Эта местность уникальна. Резные долины, восходящие к ледниковому периоду, заполнены водой, очень глубокой и защищены вокруг горами. Идеальные условия для подвесных акваплантаций. Меня зовут Джон Харрингтон. Я генеральный менеджер Куш Си Фармс. Мы работаем здесь, в заливе Кенмар, производя около тысячи тонн медий в подвесных коллекторах. Это семейное предприятие в живописном местечке на юго-западе Ирландии, ведущий в стране производитель органических моллюсков. А начиналось все с хобби. Компания стартовала в 80-е годы силами Джона Харрингтона и его брата. Увлеченных перспективой разведения мидий. Сегодня здесь грозди моллюсков свешиваются с канатов, спущенных в кристально чистую, богатую фитопланктоном воду в охраняемой природной зоне. Некоторые говорят, аквакультура — это, мол, что-то ненатуральное. В корне неверно. В органической аквакультуре не используются удобрения или пестициды. Мы ничего не добавляем в воду. Фитопланктон здесь натуральный. Мы фактически создали среду обитания для наших мидий. Они питаются имеющимся фитопланктоном, который иначе бы просто погибал без пользы. В соответствии с европейскими директивами вода проверяется каждый месяц для подтверждения ее частоты класса А. Наши мидии можно вынимать из воды и сразу готовить. Они не нуждаются в специальной очистке и обработке. В июне работники аквафермы подвешивают под водой пустые канаты. Через 18 месяцев мидии готовы к сбору. Компания обеспечивает занятость местному населению. Мы просто срезаем канат и кладем его на конвейер, убирая попавшие водоросли. Предприятие сокращает отходы за счет повторного использования веревок и других биоразлагаемых материалов. И здесь следят, чтобы объемы производства соответствовали принципам устойчивого развития. На это сегодня обращает внимание все больше потребителей. Килограмм мидии — это 200 граммов выбросов СО2 в атмосферу. Килограмм говядины — 34 килограмма выбросов СО2. Молодые потребители чаще выбирают продукты с низким углеродным следом. То, что хорошо для планеты и для здоровья. Ферма поставляет мидии во Францию, Италию, Испанию, Германию и Нидерланды. Ирландия — ведущий производитель ЕС в области экологически чистой аквакультуры. Она ежегодно продает до 30 тысяч тонн органических рыбы и моллюсков. Рост отрасли поддерживает Ирландское агентство по развитию морских продуктов, которое напрямую взаимодействует с бизнесом на местах. Ведомство помогает в реализации инноваций, сертификации производства, подготовке специалистов. Всё это при поддержке Европейского морского и рыболовного фонда. Среди вот такой нетронутой природы в Ирландии выращиваются экологически чистые устрицы, мидии, лосось. Это не просто слова. Мы проводим сертификацию. 100% ирландского производства лосося и 70% ирландских мидий сертифицированы как органические. Это подтверждает, что наша продукция высокоценная, штучная, нишевая. Когда вы дегустируете наши морепродукты, вы чувствуете разницу. Венгрия не имеет выхода к морю, но производит столько же экологически чистых морепродуктов, сколько Франция или Дания. Лила Фюретт, известный туристический курорт в девственных лесах на северо-востоке страны, стал домом для старейшего в Венгрии прудового хозяйства. Оно восходит к 30-м годам прошлого века. Сегодня бизнесом управляет семья Дьорде Хойче. Я приехал на форелевый завод молодым инженером в 1982 году. Получается, что я управляю этим небольшим предприятием уже 38 лет. Сначала как госслужащий, а в 1991 году мы с семьей взяли хозяйство в аренду и теперь развиваем его самостоятельно. Поначалу Дьорд с женой всем занимались сами, но со временем наняли помощников. Их производство выросло в 40 раз и стало более экологичным. Сегодня наше хозяйство производит 60 тонн рыбы. Из них 60-65% сбывается или перерабатывается на месте. 20-25% поступает в местные рестораны. А 10-12% рыбы мы выпускаем в водоемы для пополнения запасов в местах рыбалки. Чтобы расти здоровый, форель постоянно нуждается в чистой, богатой кислородом в воде. Местные карстовые источники все чаще высыхают. Ферма одной из первых в Венгрии построила систему рециркуляции. Она позволяет биологическим способом очищать воду, обогащая ее кислородом. Технология удаляет вредные отходы и излишки корма, полностью освежая воду в прудах 7 раз в день. В засушливые годы, к сожалению, производство рыбы резко падало. Родники не могли обеспечить форели достаточно кислородом. Мы разработали систему рециркуляции, чтобы гарантировать и увеличить производство. Теперь вода, которая поступает нашей рыбе, практически питьевого качества. Это позволяет сохранить натуральный вкус форели без примесей озерной воды или водорослей. Устойчивый и самодостаточный подход позволяет ферме поддерживать полный производственный цикл. Она разводит и продает форель на всех этапах развития, начиная с икры. Но флагманский продукт – форель товарного размера, свежевыловленная или собственного холодного копчения. Блюда из форели можно отведать и в открытом при ферме-ресторане. Даже в пандемии он продолжает работать, предлагаю доставку и блюда на вынос. На вкус большой разницы между выращенной рыбой и рыбой, пойманной на природе, нет. Выращенная рыба может быть жирнее, но она растет в гораздо более безопасных условиях, регулярно проверяется. Так что нет риска, что рыба окажется больной. Клиенты доверяют нам. Они знают, что наша ферма имеет давние традиции и могут быть уверены, что на столе рыба самого лучшего качества. Учитывая потребительский спрос на свежую, здоровую и вкусную рыбу, венгерское хозяйство рассматривает возможность дальнейшего расширения бизнеса. Руководство посчитало, что благодаря системе рециркуляции ферма может вновь удвоить объемы производства, не отказываясь от экологичности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова